Всем привет, дорогие зрители! Сегодня гном с красной шапкой возвращается в кадр. Вот такой вот у меня сегодня гном. Остальные дома остались. Открываем очередное окошко. Сегодня у нас 11 декабря. Смотрим, что нам принесет сегодняшний день. 11. Какой у нас сегодня чай? Сегодняшний чай называется яблоко, шиповник и корица. Яблоко, шиповник и корица. Также там находятся гиби, искус, ароматизаторы и перечная мята. Вот такой вот у нас будет сегодня травяной чай. Вот. Наша чашечка тоже здесь есть с гномиками. Чай готов. Сегодняшнее видео у нас кулинарное. Единственное, что я хотела отметить, в норвежской зимней выпечке очень часто используют светлый и темный сироп. Это сахарный сироп. У нас такой практики нет. Но мне кажется, что можно заменить этот сироп, если вы не хотите готовить сами, либо на жидкий мед, либо на искусственный мед. Вот мне кажется, такой раньше у нас был, искусственный мед. То есть, такая вот должна быть консистенция. Приятного просмотра. Сегодня мы с вами приготовим булочки, которые называются рождественские козлики. Это старинный рецепт, который до сих пор готовят в регионах Ругаланд, это где я проживаю, а также в Бергене. Деткам раньше, в первый день Рождества, клали такие булочки на подушку, как подарок. Они ими игрались в течение дня, то есть, например, бодались, а потом уже, когда булочки были потрепаны, их наконец-то съедали. Итак, для приготовления булочек нам понадобится ржаная мука тонкого помола, затем пшеничная мука, белая пшеничная мука, молоко, дрожжи, темный сироп, либо карамельный сироп, такой вот с жженым с сахаром, можно самим приготовить, а также анис. У меня молотый анис, можно использовать и семена. Также масло, сливочное растопленное масло. Что мы делаем? Наливаем 700 мл молока. Оно должно быть, конечно же, теплое, где-то 37 градусов. В теплое молоко добавляем наш темный сироп, 150 грамм. Как я говорила, его можно приготовить самим, если нельзя найти в магазине. Называется карамельный сироп. Также сюда же мы добавим дрожжи. А также растопленное сливочное масло, 150 грамм. Берем ржаную муку 300 грамм, затем пшеничную белую муку 700 грамм, а также наш анис, где-то пол чайной ложки. По рецепту одна чайная ложка, но я не люблю особо анис, это все-таки лакрица, поэтому немножко уменьшила. Все это перемешиваем сейчас. И ставим на час в теплое место. Вот наше тесто готово. Сейчас мы будем формировать круглые булочки. Тут уже у каждой хозяйки свои рецепты. Я скажу честно, что я не часто работаю с дрожжевым тестом, поэтому я не знаток. Да, ляпов будет много, но как есть. Значит, делаем круглые булочки. Сейчас мы будем делать надрез в каждой булочке, чтобы сформировать копыта наших козликов. КОНЕЦ КОНЕЦ Смазанный яйцом. Булочке ставим в духовку на 180 градусов примерно на 20 минут. Вот булочки готовы. Они очень пышные, поднялись хорошо, имеют привкус аниса. Очень интересный рецепт. Их подают обычно с сыром, либо с вареньем. Такие вот булочки и окошко на сегодня завершено. Всем пока. Апдейт по чаю. Чай, вот типичный гибиску с шиповником. То есть яблоко, корица, мята практически не чувствуется, но приятный вкус. И на этом я и гномик прощаемся. Гномик может быть только у меня либо в объятиях, либо может быть приложенным к чему-то, потому что стоять он сам не может на своих башмачках. Вот так вот, милый гномик. До завтра.